Привет, мои хорошие! Если вы впервые на моем канале, меня зовут Лера, и добро пожаловать! Сегодня я предлагаю собираться вам вместе со мной, я покажу вам, как сделать вот такой просто невероятно красивый, очень эффектный, изумрудный макияж, который вы видите сейчас на мне. Также я покажу вам полный образ, так что если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные видео и стать частью нашей большой ананасовой семьи, ведь скоро настанет 200 тысяч, и я обязательно устрою огромный конкурс, который я, скорее всего, проанонсирую себя в инстаграме, так что обязательно тоже подписывайтесь на мой инстаграм, я буду очень рада вас там видеть. Ну и давайте перейдем уже к видео. Как вы видите, я нарастила себе реснички, и сделали мне их чуть ярче, чем я планировала, но я думаю, они потом начнут потихонечку упадывать, и все это будет смотреться более-менее гармонично, и естественно, я все еще нахожусь в поиске своего идеального объема, длины, и вот это для меня, наверное, слишком ярко. Больше всего мне понравился изгиб D и объем ресничек 0,07, это уже единичка, и мне немножко с ними непривычно, они довольно яркие, но я думаю, для нашего макияжа сегодня просто прекрасно подойдут. Давайте начнем с нанесения тональной сноу, я возьму легкий матирующий тональный крем от Бобби Браун, он у меня в оттенке 4, я правда уже, у меня загар немножко подсохнулся, но я думаю, он все равно должен хорошо подстроиться. Также у меня вылезло несколько воспалений на коже, но я думаю, его сейчас хорошо перекроем. Дальше я возьму консилер от Clorance, ну и в первом оттенке это хороший перекрывающий и увлажняющий консилер, если у вас консилер сушит зону вокруг глаз, то вот присмотритесь к этому консилеру, я его как раз использую, тогда мне Catrice начинает подсушивать немножко вот эту область вокруг глаз от Clorance, я такого не замечала. Я вот сейчас смотрю на себя, и я понимаю, что без бровей весь макияж смотрится вообще абсолютно никак, потому что я тут лысо просто, поэтому надо скорее оформить брови, потому что выгляжу я довольно странно, я буду оформлять брови тинтом для бровей от Manly Pro, многим советовал этот тинт, он чем-то похож на тень для бровей, после того, как он застывает, бровки такие пушистые, объемные и вот не выглядят сильно нарисованными, если не переборщить. Возьму тоненькую скошенную кисточку от Заива, сначала переношу тинт на руку, затем уже на бровки. Вы сейчас увидите разницу, насколько брови важны в макияже и что их не нужно забывать, оформлять или хотя бы проходиться гелем для бровей. Я просто повторила свою форму и посмотрите на эту огромную-огромную разницу, то есть здесь и без бровей, а тут я с бровями и уже совершенно по-другому смотрится. На самом деле мне просто брови нужно уже покрасить краской, она мне уже смылась, обычно я вот как раз жду примерно вот такого состояния, когда у меня уже и бровки сами светлые, и на коже уже ничего не осталось, и потом уже начинаю их красить краской. И дальше я предлагаю сделать легкое контурирование бронзером от The Balm Bahama Mama. Дальше я буду наносить румяна от KIKO, это прошлогодняя осенняя коллекция. Оттеночки тоже вам напишу внизу, потому что он у меня тут стерся. Красивые, нежно-розовые, такие светлые румяшки освежающие. И хайлайтер от The Balm, тоже Mary Lou, он у меня тут недавно упал, уже потрескался. Они, кстати, очень быстро трескаются, ломаются, если их нечаянно уронить, поэтому я уже вам говорила, будьте очень аккуратны с хайлайтерами. Хотя когда я однажды склеивала хайлайтер спиртом, когда он разбился, он был еще ярче. Меня на самом деле для этого макияжа вдохновила вот эта палетка от Urban Decay. Здесь очень много красивых оттенков, особенно вот эти два зеленых. Мне безумно понравились, и я поняла, что хочу сделать что-нибудь необычное, какой-нибудь яркий макияж. Всегда помните, что не обязательно использовать ту же самую палетку, что и у меня. Вы можете взять просто похожие оттенки теней и повторить тот макияж, который я буду вам сегодня показывать. Для начала я возьму переходный оттенок, который называется Riff, и нанесу его в складку века. В качестве подложки вы можете использовать кремовые, красивые какие-нибудь изумрудные тени. У меня оттенка такого сейчас с собой нет, и я буду использовать карандашик от NYX в оттенке Tropical Green. Очень красивый зеленый оттенок, это у них очень стойкие карандашки, поэтому их использовать как подложку просто одно удовольствие. Их также можно наносить на слизистую. И я прям на все подвижное веко наношу этот карандашик. И стараюсь максимально близко подобраться к ресничкам. А также для такого макияжа можно использовать черный матовый карандаш, тоже наносить его на все подвижное веко, растушевывать, и затем уже добавлять изумрудные тени. Но у меня сегодня такой экспресс вариант. И растушевываю границы. После того, как я растушевала границы, я беру уже коричневый оттенок, который называется Good is Gone, такой кофейный, и наношу его уже прям конкретно в складку века. Углубляя цвет, как раз там, где я растушевывала переход, и немножко вытягиваю растушевку, как всегда, к вискам. Возьму сейчас кисточку бочонок и более точечно проработаю складку века. И чистой пушистой кисточкой растушевываю границы. Из-за того, что у меня наручены ресницы, и макияж уже смотрится очень ярко, но это еще не все. Сейчас я буду наносить и смешивать вот эти два оттенка. Сам темно-зеленый, и слегка добавлю блика вот этот красивый оттенок, который называется Big Sky. Очень красивый, интересный оттенок, особенно на такую изумрудную подложку. Получается очень интересный такой перелив цвета. Так я немножко добавлю вот этого голубо-бирюзового оттенка. Прям на яблочко посерединке. На внутренний угол глаза я нанесу сияющий оттенок, который у меня уже закончился практически из палетки от Lime Crime Venus. Наношу на внутренний уголок и немножко захожу на наши тени, чтобы немножко приоткрыть взгляд. Видите, да, разницу, как внутренний уголок немножко раскрывает, распахивает взгляд. И то же самое делаю с другой стороны. Высветляю внутренний уголок и слегка захожу на нашу зеленый оттенок. Затем я возьму карандашик от Ифраша. Это оттенок 705, такой молочно-бежево-розовый. Я специально за ним приехала в Ифраша, чтобы взять этот каял светлый для глаз. Искала у других брендов, ничего подходящего не нашла. Я решила все-таки остановиться и взять именно у Ифраша. И посерединке я еще пройдусь этим изумрудным карандашом прям под своим зрачком. Ну вот, с глазами мы с вами закончили. И теперь останется накрасить губы. Делать мы их будем максимально нейтральными, нежными. Возьму карандашик от 70. Водостойкий и стойкий карандаш. В оттенке 02. И возьму жидкую матовую помаду от NYX в оттенке Кабо. Это у них новые оттеночки. И нанесу прям по центру. И затем уберу осыпавшиеся тени, нанесу немножко консилера. Ну что, вот так вот выглядит наш изумрудный макияж. Дальше я вам сейчас покажу невероятно красивое изумрудное платье, которое я хочу надеять. Спасибо, мои хорошие, за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите его пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Я всех вас целую и обнимаю. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.